Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Урайца! Сегодня мы с вами поговорим на такой важный вопрос Как же красить ППС ульи? Какую применять краску, чтобы не растворить пенопласт? Какой использовать растворитель? Подготавливать ли предварительно ульи? Шкурить их? Какое количество слоев краски нанести, чтобы было все красиво и надежно? Что делать с разводами краски, которые появляются? Стоит ли красить перегородки, кормушки, поддоны для мусора? Ну и в конце концов, вообще какой расход краски идет на примерно вот такие вот наборы? У меня точно так же стояли эти вопросы, я нашел на них ответы, покрасил И теперь готов поделиться с вами опытом и результатом Итак, поехали! И кстати, если вам интересно, вы планируете покупать улью ППС У меня есть хорошая скидка На данную улью от 5 до 10% в зависимости от объема партии Можно организовать Не буду скрывать, с этого заказа у меня будет определенная копеечка Но это, я считаю, взаимовыгодное сотрудничество Если интересно, то ссылочка на почту есть внизу в описании Пишите Заказал я улью, пришли они мне Но пока шли, у меня была целая куча вопросов, на которые я искал ответы Начнем с того, какую краску применять Применяют, как правило, три вида краски Это акриловую краску на резиновой основе И, кстати, как ни странно ПФ-115 Это обычная краска, которую практически везде используют ПФ-115, наверное, получается на масляной основе лучше всех С точки зрения долговечности Ну и, опять же, прилипанию к самому пенопласту Но весь вопрос был в том, будет ли ПФ-115 растворять пенопласт Этого я боялся Но, опять же, посмотрев ролики в интернете, попробовав на небольших участках В принципе, понял, что ПФ-краска отлично работает Что касается акриловой и резиновой краски Они, в принципе, достаточно быстро сохнут Меньше пахнут И неплохо держатся Но все равно ПФ-115 не уступает по долговечности И самое главное, ПФ-115, получается, она немножко все-таки реагирует с поверхностью Пенопласта въедается ему в поры И ложится очень хорошо Не нуждается она ни в какой предварительной подготовке, шкурению Ничего этого делать не надо Она прям в каждую пору проникает и ложится отлично Для резиновой и акриловой краски обязательно нужна будет предварительная подготовка Обязательно надо будет зачищать, зашкуривать поверхности Иначе она на гладком пенопласте держаться просто-напросто не будет Вот это и был, наверное, решающий фактор в пользу ПФ-краски Опять же, очень важно, какой вы используете растворитель Я использовал растворитель, но можно брать только white spirit Он по составу такой, что не растворяет пенопласт То есть он немножко с ним реагирует Но не так, как ацетон, который растворит просто-напросто пенопласт напрочь Опять же, чтобы использовать краскопульт Гораздо проще красить, гораздо ровнее все получается White spirit я использовал примерно пол-литра на одну двухлитровую банку Ну или 250 грамм на литровую банку В принципе, краска хорошо растворяется Консистенция именно такая, чтобы краскопультом было удобно работать Ну и, в принципе, ни на глянце, ни на качестве краски это никак не сказалось Ули получились достаточно хорошо покрашены Первую партию приготовил Выставил Сейчас начну красить днище Днище тоже покрашу изнутри И потом буду переставлять Две группы По три цвета Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пробовал сначала кисточкой разравнивать Подтеки Там, где краска собиралась Но никакого смысла я в этом не вижу Внешний вид только испортился У желтых пробовал Больше нигде не стал И хорошо На горичневых лучше всего видно Вот такие вот разводы есть Они на первый слой некрасивые Здесь вот где-то потеки Но все это уже на втором слое будет отлично И, кстати, то, что структура пористая В каждую тут пору входит краска И очень хорошо ложится Не надо тут ничего шкуркой зачищать За счет этих пор все будет держаться Ну и краска вступает в реакцию Так что все будет отлично Но красить обязательно на два раза придется Покрасил все разделительные решетки сделал Мне они пригодятся И в 6-ти рамочнике И в 12-ти рамочнике Какой бы цвет ни был В первом слое не все очень красиво Но на второй слой уже все получается гораздо лучше Так что обязательно сразу же рассчитывайте Что вам придется два слоя покрывать Прочность такая Скажем так Материал увеличивается Немножко краска вступает в реакцию И от этого все становится Ничего, такой слой приятный На ощупь Не такой, как сам пенопласт изначально Что касается перегородок Опять же Предыдущий опыт С ульями ППУ я уже 3 года работаю Показывает, что и перегородки И донья И кормушки Если они сделаны из ППС-ППУ Все это очень быстро покрывается плесенью Улья ППУ-ППС имеют достаточно Большую влажность увеличенную Они влагу не впитывают Ее не испаряют В отличие от дерева Поэтому очень быстро появляется черная плесень Очень быстро появляется вот этот черный грибок Который вывести нереально Ну и тем более вымыть его тоже Из пенопласта не получится Он именно в самые такие вот поры попадает Именно там остается Может быть поверхность основную вы уберете Но так или иначе он есть И опять же, если вы будете заливать сахарный сироп Опять же, где-то он попадет в какую-то благоприятную среду Он будет очень быстро разрастаться Вот до того, что кормушки через пару лет просто все черные изнутри Я эту проблему решил обычной покраской Ну скажем так, грибок все равно будет появляться Потому что это как раз благоприятная для его среда Но с краски этот грибок смывается очень легко То есть он не может проникнуть в поры Потому что именно краска в поры уже залилась Он только находится на поверхности То есть берете перекись Берете какой-то мыльный растворчик Раз-раз-раз, все быстренько, чистенько И как новое Опять же, те же самые перегородки Почему хотя бы на один слой нужно покрасить Конечно, новые перегородки у меня еще не были в эксплуатации Но свои перегородки, которые я уже давным-давно показал на канале Я много лет ими пользуюсь И они у меня покрашены Так вот, в этом году одна семья у меня понашивалась Вот такая вот красота С обычного пенопласта и даже с ППУ Все это дело отмывается очень тяжело Ну и дезинфицировать тоже практически невозможно И если же поверхность покрашена Во-первых, меньше грызут пчелы такую поверхность Ну а во-вторых, отмыть все это дело очень легко и просто Вот ППУшный лоток шестирамочника Который я тоже покрасил Изначально он не был покрашен В углах появилась черная плесень Ну и на этом я остановился Грубо говоря, ее сколько смог отмыл Покрасил И сейчас они, скажем так, после эксплуатации Достаточно их намочить, промыть И вот такой они будут вид иметь То есть, ну, я считаю, что все-таки лотки обязательно нужно красить И желательно в два слоя Вот первая улья, которую я получил Вот Столько получается тут всяких разных остатков Крошки И все это уже Очень плохо отпадывает А если будет влажность, то это все еще и плесенью покроется Эти лотки я не красил Как раз покажу, какой будет результат Конечно, если сравнивать Крашеные и некрашенные лотки Ну для меня вообще это все очевидно Покрашенных же Поддонов Причем красил я поддоны Остатками Часть у меня одной краской Часть другой краской покрашены Ничего страшного Там все равно не видно Сами ППУ, ППС материалы Они очень пористые И вся грязь, вся плесень В них хорошо задерживается Тут же промыть очень легко Чтобы понимать, какой был расход покраски На два улья Вот комплект стоит Считайте там, сколько магазинов Сколько корпусов Кормушка в каждом комплекте есть обязательно На два комплекта у меня уходила двухлитровая банка краски Ну или две литровых Опять же, я не экономил Красил жирно Плюс ко всему, все перегородки покрасил И поддоны После покраски обязательно Это в обязательном условии Нужно улью выдержать Нельзя тут же пересаживать семей Даже если вы красите акриловой краской Или резиновой краской Которые не столь кажется запашистые для нас Для пчел это будут очень резкие запахи Я не говорю уже про тот момент Если вы красите масляной краской Тогда ульи должны выставиться Ну минимум неделю, а то и полторы В противном случае У вас просто вновь пересаженная семья Может прям бросить расплод и улететь И такие случаи часто бывают И в комментариях мне уже попадались Основные такие моменты Основные вопросы, которые были у меня Я осветил Надеюсь и вам помог С ответами на эти вопросы И теперь, по крайней мере Вы уже будете спокойно Не переживая, что у вас растворится пенопласт Красить ульи Опять же, только берите нужную краску Берите нужный растворитель Это очень важные вещи Ну и до 5 лет у вас улья Будет выглядеть практически как новая Ну а теперь, если вам понравилось видео Ставьте палец вверх Пишите комментарии Задавайте вопросы Поделитесь своим опытом Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить новый видеоролик Успехов вам И до новых встреч